Вятские старости В странице этой же газеты рассказывают о происшествиях крестьянка Мария Пасынкова, проживающая на Преображенской улице, будучи расстроена семейной ссорой, покушалась на самоубийство через отравление уксусной эссенцией. Последствия поступка Пасынковой предупреждены вовремя домашними средствами. Еще один случай. В магазине Бакиров и Рындин через взлом крыши совершена кража шелкового товара на 3000 рублей и денег 220 рублей. Сто лет назад на страницах этой же газеты было опубликовано объявление под названием «Свободная вакансия». С увеличением числа воспитанников в колонии-приюте в непродолжительном времени будет приглашен четвертый учитель-воспитатель. Желающие занять должность должны подать заявление директору приюта. Знающим пение, музыку, черчение или рисование будет отдано предпочтение. Вятская речь весной взволнованно писала. Инспекторам народных училищ по Вятскому уезду предписано учительницам начальных училищ заняться на пасхальных каникулах ознакомлением с имеющимися при училищах библиотеками. И по ознакомлению изъять все книги и брошюры политического содержания и отправить их в управу. Причем надо заметить, что по предписанию господина инспектора должны подлежать изъятию такие безвинные книжки, как, например, «Петька на даче», «Бергамот и Гераська» и другие. Мы уже неоднократно указывали, что требуемое изъятие из народных библиотек, производимое по таким неопределенным признакам, как тенденциозность и политичность в руках не в меру усердных и часто совершенно невежественных в литературе людей приводит к настоящему вандальскому опустошению этих библиотек, лишая их всякого культурного значения. Если в конституционном государстве страх перед политикой так велик, что необходимо изъятие книг из библиотек, то не лучше было бы издать общий индекс недозволенных для народного чтения книг, которым и могли бы руководствоваться исполнители, не внося индивидуального своего усмотрения. Пвятские старости. Новости из прошлых столетий.